Медовый Спас не только один из любимых праздников православных, но и практически городской в Медене. В музейно-выставочном центре открылась экспозиция, где представлены иконы, мозаика, живопись. Все это труды руководителей и учеников иконописной мастерской студии в честь апостола Иоанна Богослова при Свято-Пафнутиево монастыре. Ольга Золотина подробнее. Иконопись не путать с живописью. Самый строгий выдержанный вид творчества, тем не менее, самая прочная связующая нить между искусством и церковью. Эта экспозиция открылась на Медовый Спас. Очень символично потерялся на открытии владыка. Вера, культура – это наш вот мед души. Мы его собираем, чтобы питалось следующее поколение. Выставка знакомит нас, всех, кто живет в городе, и гостей с тем замечательным художественным, духовным творчеством, которое сложилось у нас на Руси. Православное искусство представлено в самых разных формах. Инициатор и главный автор Владимир Кобзар используют дерево и мозаику как компромисс между строгими канонами иконописи и жаждой свободного творчества. В иконописи существуют свои каноны, определенные краски, определенная последовательность написания иконы. Это все правила. От них отступать нельзя, потому что мы не живописцы, мы иконописцы. Ну, хочется же. И мозаика, да, там же можно смешать какие-то краски, камушки. Но хотя в римской мозаике это нельзя. А вот в Ломоносовской, там можно. Там вот сам Ломоносов, он изобрел вот этот стиль мозаики, где можно смешивать краски. Он отступает от привычного и в резных работах. В качестве материала вместо традиционной липы использует сосну. Долговечный, но сложный материал. Тем интереснее уверен автор. Зрители кропотливый труд оценивают по достоинству. Вот, ждали, что это дерево склеивается. А потом это все кропотливо вырезается. Получается такая работа. Это такое все близкое мне по духу, такое все интересное очень. И я вот прямо не могу даже понять, как можно все это сделать. Сколько туда труду вложено. Сколько такого вот человеческого желания показать людям такие вот красивые вещи. Я просто в восторге. Мне очень нравится, как из таких совершенно разных, совершенно разноцветных кусочков вдруг складывается то, что складывается. Владимир Кобзарь учился иконописи, как сам говорит, где придется. В годы, когда православное искусство не было в части, ездил по монастырям, искал книги. По крупицам собирал информацию в художественной литературе, в том числе в произведениях Горького и Лескова. А теперь и сам открыл мастерскую студию на своей малой родине, при свято пафнуть его в монастыре. Учит подрастающие поколения. У этой выставки тоже образовательная миссия. Помимо современных работ, здесь есть старинные иконы. Ну, редко, но сама по себе. Вот этот кусочек, это кусочек складывания. Видите, он там уже пробил пули, где-то, значит, в порядке она участвовала. Получается, вот если ее там и пробили пули, да, и не она спасла кого-то, ее вставили в икону. Современные старинные иконы и еще монеты, кресты со времен царского режима. Все это разнообразие можно посмотреть в Медене до 27 сентября. Два святых лика так и останутся в музейно-выставочном центре. Остальная экспозиция по благословению владыки совершит путешествие по городам области, чтобы с ней могли познакомиться как можно больше калужан.